МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В эфире программа «Саратов сегодня» в студии Анны Макаровой. Вначале коротко о главных темах выпуска. Кадровые назначения в российском парламенте. Президент предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы. Ждать ли в срок? Саратов практически полностью готов к отопительному сезону. Но потеплеют ли батареи вовремя? Потоп из-за ремонта. В Марксе подрядчики слишком поздно приступили к замене кровли. Осенние дожди начались как раз вовремя. Президент Владимир Путин озвучил кадровые изменения в главном парламенте страны. Сегодня в Москве глава государства встретился с руководителями политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу. Владимир Путин поздравил участников встречи с победой на выборах в Госдуму, а также обозначил первоочередные задачи, на решении которых необходимо сосредоточиться всем парламентариям, вне зависимости от политической принадлежности. В первую очередь это формирование бюджета. Также президент России затронул и кадровый вопрос. Он напомнил о том, что подписал указ о назначении спикера парламента Сергея Нарышкина, главой службы внешней разведки. А на освободившийся пост председателя Госдумы предложил кандидатуру Вячеслава Володина. Сергею Нарышкину предложено возглавить одну из наиболее серьезных структур в системе государственного аппарата, государственного механизма службы внешней разведки. Он согласился, и поэтому дальше свою работу в качестве депутата Государственной Думы в качестве спикера продолжать не сможет и не будет. В этой связи встает вопрос о избрании нового председателя Государственной Думы. Это, безусловно, дело исключительно депутатского корпуса, депутатов. Но мы с Дмитрием Анатольевичем будем просить, во всяком случае, «Единую Россию» поддержать кандидатуру Вячеслава Викторовича Володина. Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме шестого созыва Владимир Васильев после выступления Владимира Путина сказал, что в партии поддерживают предложение парламента об избрании Вячеслава Володина на пост спикера. Напомню, Вячеслав Володин возглавлял список партий в региональной группе номер 15, состоящей из Саратовской, Волгоградской, Пензенской и Тамбовской областей. По итогам прошедших выборов «Единая Россия» набрала в этих субъектах более 62% голосов, что позволило получить 10 мандатов. Это больше, чем в остальных группах. В жилых домах Саратова отопление появится не раньше 15 октября. Об этом заявили городские чиновники на пресс-конференции. Заместитель главы администрации Саратова Сергей Пилипенко рассказал, что на сегодняшний день испытания прошли уже 100% тепловых сетей. Готовы все объекты соцсферы, а многоквартирные дома на 99%. Перед стартом отоп-сезона будет проведен пробный пуск системы, даты которого станут известны позднее. Несмотря на практически полную готовность, тепло в домах Саратова будут включать не раньше 15 октября. Не исключено, что этот срок сдвинется на несколько дней. В качестве причины называют прогнозы синоптиков, согласно которым в городе в ближайшие дни несколько потеплеет. Тем не менее, жителям, которые сильно мерзнут в своих квартирах, рекомендуют обратиться в управляющую организацию и подать заявку, чтобы тепло в их батареях появилось раньше. На сегодняшнюю дату у нас 6 объектов уже получают тепловую энергию по поданным заявкам. Но это скорее такое, знаете, тестирование, в режиме тестирования потребления, потому что объективно на сегодняшний день, наверное, нет необходимости потреблять тепловую энергию. И законодательно, и технически мы нацелены на то, чтобы обеспечить возможность потребления тепловой энергии именно по заявке. Также чиновники напомнили, что даже после старта топ-сезона тепло не появится одномоментно во всех домах Саратова. Обычно весь процесс подключения объектов в жилой сферы им занимает не менее 10 дней. Поэтому в некоторых домах батареи потеплеют лишь в последних числах октября. Капитально затопило все четыре этажа. В нашу рубрику «Дежурный репортер» обратились жители Маркса. Они сообщили, что во время проведения реконструкции крыши по программе капитального ремонта из-за сильных дождей буквально залило квартиры во всем доме. В остальных домах ремонт также необходим. Кто и как будет возмещать ущерб, выяснял Станислав Жижин. Пришлось подставить все, что было, все тазики, пастрюли. Сейчас вот капает все везде и просто сыр из дома. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Потому и расставили жильцы этой многоэтажки в Марксе по полу всю имеющуюся посуду, чтобы не ходить по квартире в резиновой обуви. Правда, эффекта от этого, признаются жильцы, мало. Дождевая вода с крыши прошла почти до подвала. Протекло, причем здесь вообще до первого этажа у кого-то. Третий этаж квартиры тоже залило. И получается, что крышу делают. Теперь ремонтируют абсолютно все. Все дело в капитальном ремонте крыши, к которому приступили рабочие в сентябре. Старую кровлю сняли, новую постелить не успели. Начались дожди, которые первыми на себе ощутили жильцы верхних этажей. Потолок висел вот так. Мы в 5 часов утра просыпаемся. Здесь висит вода вот так. Я думала, сейчас, я не знаю, мы что-нибудь сделаем, оттуда воду как-то вылили. Я не знаю, я не успела. Я так даже 5 минут походила. И все, весь потолок порвался, вся вода вот на пол. Дети встали в 5 часов утра, плачут. И, конечно, здесь все, я не знаю, мы здесь плавали просто. Вместе с капитальным ремонтом крыши теперь всем жильцам придется делать ремонт в квартирах. При том, что кто-то совсем недавно доклеил на кухню обои. Так радоваться утреннему кофе на своей новенькой кухне с хорошей мебелью семье Владимира Петрова пришлось недолго. Первый дождь практически все уничтожил. Буквально весной я тут доделывал. Взяли кредит на мебель. Ну, похоже, счастье подвалило. Кто будет отвечать? Главный вопрос, который беспокоит всех жильцов дома. С ним они обратились в районную администрацию. Безрезультатно не нашли время на ответ местные чиновники и для корреспондентов нашего телеканала. Это видео в семье Заревняк уже два года хранится на компьютере не в качестве истории, а в качестве доказательства. Заливать квартиру молодой семьи начало почти два года назад. Обращению в управляющую компанию и к чиновникам до сих пор не дали никакого результата. Я ходила, у меня ребенок только родился. Я родила ее в феврале, ходила в марте. С малышкой, с маленькой, вот как раз потоп, он у нас сильный был. А потом нам сказали, все будет сделано, все будет сделано, все будет восстановлено. Ну, до сих пор, как видите, ничего нет, ребенку будет в феврале этого года. Плачущие потолки и стены, ведра и кухонная утварь на полу. Картина, привычная для жильцов верхних этажей практически всех марксовских многоэтажек. В доме номер 11 потолки потекли аккурат после капитального ремонта крыши. Ну, вот она, все. Вот здесь только текло, а теперь уже и там потекло она, вон. Вот тазики ставил дольше, когда был. И вот здесь к соседям прям текет, по стенке к соседям. В фонде капитального ремонта пообещали, ущерб жильцам компенсируют подрядчики. Ведь это по их вине дождевая вода затопила квартиры. Вот только жильцы до сих пор не понимают, по чьей вине сами ремонтные работы ушли в осень. Хотя позади и целое лето. По словам представителей фонда, это время понадобилось на составление документов. Надо учитывать объем работы и количество многоквартирных домов, предусмотренных региональной программой. То есть это более 600 многоквартирных домов. Соответственно, по каждому дому шел достаточно сложный подготовительный процесс. Это составление дефектных ведомостей, направление предложений собственникам, составление смет. И подчасти многоквартирных домов процедура проводится уже к концу лета. Можно сказать так. Получается, что смету по ремонту дома номер 231 нужно составлять заново. Ведь протекшая крыша затопила не только квартиры, но и свела на нет ремонт во всем подъезде. А это значит увеличение стоимости и сроков восстановительных работ. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. Застать представителей администрации Маркса на месте, чтобы получить комментарий о судьбе дома с прохудившейся крышей, мы так и не смогли. Поэтому редакция просит чиновников незамедлительно откликнуться и рассказать, как они намерены помочь людям. Мы будем следить за развитием ситуации. Ну а если вам нужна помощь нашего телеканала, звоните по телефону 705-755. Съемочная группа рубрики «Дежурный репортер» приедет на вызов. Продолжают вносить поправки в проект благоустройства новой пешеходной зоны. Общественники встретились с профильными чиновниками, чтобы рассказать о полученных от жителей предложениях. Министр строительства области еще раз подробно остановился на внешнем виде, который уже приобретает улица Волжская. Там укладывают три вида плитки. От улицы Радищева будет начинаться двусторонняя велодорожка. Общественники поделились своими идеями о том, что еще можно разместить на Саратовском Арбате. Рекомендуют высадить не 50 деревьев, как запланировано в проекте, а больше. Также в летнее время можно установить столы для настольных игр. Ну а самый болезненный вопрос – коммуникации. Существует вероятность, что после завершения работ на новом участке произойдет авария и тогда придется вскрывать покрытие. От этого, как рапортовали чиновники, застраховаться нельзя. Жителей ближайших домов также интересует отвод воды. Сегодня, когда залили тротуары, они стали на несколько сантиметров выше, а там еще будет плитка, теперь встает вопрос, и теперь дожди прошли, все стало во дворах. Просто сегодня там пройти невозможно. Как будет решаться этот вопрос? Также общественники порекомендовали вплотную заняться реконструкцией фасадов, чтобы их обшарпанный вид не портил впечатление от новой зоны. А прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Елена Петрова. Она расскажет о происшествиях, случившихся за минувшие сутки. Елена, приветствуем тебе слово. Приветствую, Анна. Вначале я расскажу о ДТП, в котором пострадали два ребенка. Инцидент произошел на трассе Самара-Саратов. Там накануне столкнулись Лада Гранта и Джили. Спасателя вызвали ли из покореженной отечественной легковушки водителя, мужчине оказали медицинскую помощь на месте. А вот госпитализировать место происшествия пришлось несовершеннолетних пассажиров, 10-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. Еще две девочки 4 и 7 лет пострадали в результате наезда автомобиля в Кировском районе. По предварительным данным, дети гуляли одни по улице Ботавина. Когда они переходили дорогу в неположенном месте, их сбил ВАЗ-2109. Пострадавших госпитализировали в больницу. Ну а в заводском районе пожилая женщина угодила под колеса такси. ДТП произошло на улице Чернышевского. Водитель ВАЗ-2114 утверждает, что двигался на зеленый свет, но спутники пострадавшей пенсионерки уверяют в обратном. Женщину госпитализировали в больницу. Дорожные полицейские выясняют обстоятельства инцидента. А в Энгельсе сегодня ночью перевернулся легковой автомобиль. Инцидент произошел на улице Тельмана. Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, перелетел через тротуар, после чего машина опрокинулась на крышу. Очевидцы инцидента помогли водителю поставить автомобиль на колеса. И о пожарах. Во время возгорания в Пугачевском районе погиб мужчина. Трагедия произошла накануне вечером в частном доме села Каменка. Спасатели эвакуировали местных жителей и потушили пламя. Хозяина жилища спасти не удалось. Причины инцидента выясняет пожарная инспекция. Всего в регионе за сутки произошли пять возгораний, из которых одно в Саратове. У меня к этому часу вся информация. Анна, тебе слово. Спасибо, Елена. Я напомню, наша съемочная группа находится в центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки. Итоговые результаты прошедших выборов озвучились сегодня в областном избиркоме. Данные окончательного подсчета пришли из Центральной избирательной комиссии этой ночью. Так, на выборах в Государственную Думу седьмого созыва мандаты распределились следующим образом. От Единой России в федеральный парламент прошли 343 кандидата. КПРФ получила 42 места, ЛДПР – 39, а Справедливая Россия – 23. Еще две партии представят в Думе только по одному кандидату, и еще один мандат получил самовыдвиженец. Остальные политические объединения не перешагнули необходимый порог голосов. Что касается выдвиженцев от Саратовской области, то жители поддержали нескольких местных кандидатов. По одномандатным избирательным округам, 163-й избран Грищенко Олег Васильевич, 53, 08. 164-й округ Панковников Васильевич Единая Россия – тоже 65, 79% набранных голосов. 165-й Исаев Михаил Александрович – 53,71%. И 166-й Максимов Василий Юрьевич – 53,9%. Также в областном избиркоме озвучили результаты выборов в Городскую Думу по одномандатным округам. В Саратовском парламенте Единая Россия получила 17 мандатов КПРФ-2 и по одному ЛДПР и Справедливая Россия. Остальные партии в Городской Думе представлены не будут. Саратовцы стали чаще обращаться в платные клиники. Об этом рассказали участники «Круглого стола» в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» в Саратове. Специалисты отметили, что люди охотнее идут в частные медучреждения для того, чтобы получить, по их мнению, более качественную помощь. Хотя врачи как частных клиник, так и госучреждений образованы по единым стандартам. По словам представителей медуниверситета, ВУЗ в процессе обучения не делит специалистов по критериям, где они в дальнейшем будут работать. Не делят врачей по месту работы и на государственном уровне. Сейчас мы уже не говорим о государственной системе здравоохранения. Мы говорим о национальной системе, потому что наша задача создать единые жесткие требования к доступности и качеству медицинской помощи, независимо от форм собственности. Поэтому вот это мы и ставим перед собой такую задачу, этот вектор нашей совместной работы. Вопросы и проблемы частной медицины будут подробно рассмотрены в рамках специализированного межрегионального форума. Его организуют представители редакции газеты «Московский комсомолец» в Саратове уже 7 октября. Дискуссионная площадка соберет специалистов медицинской сферы не только по Волжье, но и со всей России. Тушили всю ночь, есть жертвы. В Москве произошел пожар на складе пластиковых изделий. Подробности трагедии, а также о том, какими еще событиями запомнился этот день, вы узнаете из нашего обзора. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Нарышкина главой службы внешней разведки. Это произошло сегодня. Теперь уже бывшему директору ведомства Михаилу Фродкову было предложено возглавить совет директоров РЖД. В напутственной речи Владимир Путин поручил Сергею Нарышкину действовать таким образом, чтобы угрозы развитию России нейтрализовать на ранних стадиях. Во время тушения возгорания в Москве погибли 8 сотрудников МЧС. Трагедия произошла сегодня ночью. На востоке столицы загорелся склад пластиковых изделий. В тушении задействовали 160 спасателей и 46 единиц техники. Площадь возгорания составила 4000 квадратных метров. Эвакуировать удалось более 100 человек. После обрушения кровли 8 сотрудников МЧС перестали выходить на связь. Их тела обнаружили при разборе завалов. Еще одна трагедия произошла на северо-западе столицы. Там с 19 этажа обрушился лифт. ЧП произошло в строящемся жилом доме. В момент инцидента в кабине находились 5 строителей. Все они погибли. По предварительной информации, четверо из них – граждане Белоруссии и один – Узбекистана. В Следственном комитете по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ». Саратовские паралимпийцы впервые пообщались с журналистами после возвращения с альтернативных игр, которые прошли в Подмосковье. Напомню, всю сборную России отстранили от паралимпийских игр в Рио после допингового скандала, который разразился из-за доклада Международного агентства ВАДА. Альтернативой для спортсменов стали игры на спортивных базах Подмосковья 8 и 9 сентября. В соревнованиях приняли участие 7 представителей Саратовской области. Однако спортсмены отметили, что готовились к соревнованиям в Рио. У всех был боевой настрой. У каждого до сих пор в голове не укладывается то, что всю сборную не пустили на игры. Тем более, что тест на допинг паралимпийцы готовы сдавать хоть каждый день. Сказали, что к нам сейчас на альтернативные игры приедут представители антидопинговых служб, но никого не было. Мы готовы сдавать допинг, хоть каждый день пускай приезжают, берут, но они сами не приезжают и не появляются. Тем не менее, на альтернативной паралимпиаде саратовские спортсмены получили 16 золотых медалей, 5 серебряных и 1 бронзовую. Молодой взгляд на развитие Саратова. Глава администрации Валерий Сараев встретился с молодыми активистами движения «Любимый город». В начале встречи глава администрации рассказал о том, как сейчас реализуются проекты в областном центре. В первую очередь это благоустройство дворовых территорий, а также строительство новой пешеходной зоны на улице Волжская. Также глава администрации рассказал, что в ближайшее время будут приведены в порядок многие фонтаны и скверы города, которые долгое время находились практически в забвении. Особое внимание Валерий Сараев обратил на ремонт дорог в Саратове. В этом году приведут в порядок 24 городские магистрали. Молодые люди в свою очередь рассказали о том, что многие проекты по урбанистике, которые они предлагают, реализуются в областном центре. Сегодня идет и продолжается ремонт городских дорог. 24 дороги, которые подлежат ремонту. Практически уже 70% работы выполнено. Мы ставим перед собой задачу 20 октября завершить все ремонтные работы. Я предлагаю инициативы и мы, любимым городом, предлагаем инициативы, которые постоянно поддерживаются, за последнее время активно поддерживаются где-то в больших кругах и будут реализованы прям в кратчайшие сроки. Также Валерий Сараев рассказал, что в ближайшее время в городской администрации появится его заместитель, который будет заниматься вопросами урбанистики. Правда, пока кандидатура на этот пост не найдена. Этот специалист и будет развивать городское пространство, в том числе и с учетом проектов, которые предлагают активисты. Лучшие детские киноработы отметили призами. В Саратове состоялось награждение участников открытого фестиваля конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль». В нем приняли участие несколько десятков человек из разных регионов России. Саратовскую область на конкурсе представляли 19 районов. Почти все работы были отмечены дипломами той или иной степени. Так награды получили самые юные участники «Киновертикали». Вручили призы и за освоение жанра документального кино, и за знание классики отечественных комитетов. Я искренне благодарю всех ребят, которые принимали участие. И на самом деле наш кинофестиваль вышел за рамки Саратовской области. И, наверное, очень значимо, что именно в год кино мы не просто возрождаем, мы традиционно продолжаем традиции, которые есть в Саратовской области. Ну а главных номинаций было пять, в их числе лучший сценарий, анимационный фильм, операторская работа, сюжет и режиссерский видеоматериал. Участники из Саратовской области забрали две награды из пяти. Добавлю, что в состав жюри фестиваля входили и представители нашего телеканала «Саратов-24». И на этом у меня все. Следующий информационный выпуск смотрите после художественного фильма «Первокурсница». А прямо сейчас эфир продолжит программа «Прямая речь». Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин